Приветствую вас зрители и подписчики моего канала, снова с вами Атомный Кролик, мы продолжаем изучать вселенную Mortal Kombat и ее персонажей. Сегодня у нас на очереди Хатару, поехали! Впервые этот персонаж появился в Mortal Kombat Deception. Родом он из мира под названием Сейдо, которая также известна как Царство Порядка. Имя Хатару с японского переводится как Светлячок, именно это отчасти объясняет дизайн персонажа, броня которого похожа на панцирь насекомого. Хатару и его родной мир Сейдо были введены в игру как полная противоположность Хавика и его царства хаоса, дабы уравновесить баланс сил во вселенной. Как наверное уже стало понятно из названия, главной целью Сейданов является принесение порядка во вселенную, а какими путями и методами это совершенно безразлично. Хатару является элитным генералом армии Сейданов, а также он был учителем Суджинка, который для спасения деревни во внешнем мире пытался заручиться помощью Хатару. Для этого он вступил в гвардию порядка Сейдо и лично Хатару обучал его. После освобождения деревни Хатару присвоил себе звание губернатора и остался управлять городом на долгое время. Но несколько лет спустя Суджинка вновь обратился к нему за помощью, на этот раз для победы над смертельным альянсом. Но Суджинка видимо забыл о фанатичной тяге к порядку Хатару и то, что тот пришел во время комендантского часа, вывело его из себя. Суджинка был брошен в тюрьму, где он должен был дожидаться суда. Но Суджинка удалось оттуда сбежать и он отправился в здание суда, где хранился кинжал Камедог. Там он вновь наткнулся на Хатару, который в это время готовился к судебному процессу, чтобы защищать своего друга. Но то, что Суджинка сбежал из тюрьмы, вывело Хатару из себя и он решил самолично его наказать, но проиграл схватку. Позднее при пробуждении короля драконов Хатару воспрял духом. Он думал, что диктатура Анаги, пришедшего во внешний мир, остановит бесконечный хаос и войны, развязанные Шаоканом. Хатару поступил на службу королю драконов и чтобы доказать свою преданность, он поклялся найти и уничтожить Сабзиро, который лично уничтожил очень большое количество воинов Анаги. В открытой схватке победить ему не удалось, но то, что Куаленка оставила ему жизнь, давало шанс Хатару выполнить обещание короля драконов. Как и прочие бойцы, он погиб в битве у пирамиды Аргуса. Его тело даже можно увидеть в стартовой заставке Mortal Kombat 2011 года. И на этом его история заканчивает. Если тебе понравился этот выпуск, ставь лайк, подписывайся на канал, чтобы не пропустить новые серии. Также напоминаю, что на моем канале ты сможешь найти истории многих других персонажей. Если кого-то не нашел, пиши его имя в комментариях и голосуй за них в моей группе ВКонтакте, ссылка будет в описании. А я с вами прощаюсь, до новых встреч, всем удачи, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok